Жители Барнаула продолжают измерять границы своей добродетели и совершать добрые дела. В парке Изумрудный сегодня собирают гуманитарную помощь пострадавшим от весеннего паводка в разных регионах России. Мы принесли вещи, пуховички, джинсы, кофточки. То есть какую-то одежду? Да, да, да. Первые необходимости вещи. В этом году у нас наводнений много везде, Аренбургская область, Алтайский край, везде люди пострадали от наводнений. Вот решили помочь. Вас это как-то задело, вашу семью, ваш дом? Нет, нас не задело. Люди многие потеряли все из-за большого количества воды. И чтобы хотя бы как-то им стало полегче, одежда и другая помощь, я думаю, что это очень важное дело. Большинство благотворителей отдают мешки и скромно покидают парк. Между тем, организаторы подготовили несколько мастер-классов для всех гостей парка. Здесь же делились и ценными для жизни навыками оказания первой помощи. Первый и важнейший – правильно ее попросить. Конкретно обращаемся к этому человеку, мужчинам, голубой кофте. Позвоните скорую помощь и вызывайте. Что мы говорим о скорой помощи, когда взываем? Место, где произошло происшествие, количество последований, состояние и что мы собираемся делать. На фестивале также собирали корм и вещи для животных из Барнаульского приюта. Помощь нужна всегда абсолютно разная. То есть как бытовая химия для уборки, так и корма. Также можно, то есть пледы, одеяло, подушки – это все также нам нужно для лежаночек, чтобы котики и песики были в тепле. Мы пишем, что нужны, допустим, какой-то конкретной собачке гипоаллергенный корм, но в целом мы принимаем любую помощь. То есть все, что нам люди готовы отдать, мы всегда этому рады, потому что животных в приюте большое количество. Сейчас у нас 108 собачек и более 650 котиков. И что бы люди ни принесли, это в любом случае будет использовано. Одной из жительниц приюта вычесывали шерсть на мастер-классе по грумингу. Собаку завели в здание визит-центра, чтобы шерсть не разлеталась по всему парку. И хотя людей в Изумрудном, в принципе, было немного, этот день останется в истории города, как день, когда добра в мире стало немного больше. Сейчас, мне кажется, все может помочь. Да. Потому что многие люди потеряли свое жилье, и это на самом деле очень страшно, когда ты в один момент просто просыпаешься и оказываешься на улице. Ну и, как говорится, с мира по нитке. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.